Здравствуйте, это Роскосмос ТВ. Сегодня великий для каждого из нас праздник, это День Победы. И мы решили поговорить о космонавтах, которые не только покоряли звездные пространства, но и участвовали в боях Великой Отечественной войны. В студии Игорь Маринин, первый заместитель главного редактора журнала «Русский космос». Игорь, вам слово. Здравствуйте. Первым делом я хочу поздравить наших зрителей с этим великим праздником, Днем Победы. А что касается космонавтов, участников Великой Отечественной войны, то, может быть, к счастью или к сожалению, мало кто из них участвовал в реальных боевых действиях, потому что критерий был очень жесткий – отбор до 35 лет. А это значит, что никто из них по возрастному цензу не мог быть привлечен к боевым действиям и участвовать в войне. Мы говорим о наборе конца 50-х, начала 60-х годов, естественно, да? Ну, набор 59-го года прежде всего, дальше пошел 62-го года, потом 64-го года и так далее. Тогда давайте назовем вот эти славные имена наших космонавтов, которые непосредственно участвовали в событиях Великой Отечественной войны. Ну, прежде всего, конечно, нужно отметить Георгия Тимофеевича Берегового, которому было 20 лет, когда началась война, и он уже был летчиком. Правда, летал на У-2 еще на самолете. И он очень быстро закончил летную школу, пересел на штурмовик и дальше участвовал в боевых действиях и прошел практически всю войну. Выполнил больше 160 боевых вылетов. В 44-м году был представлен к званию Героя Советского Союза, его получил и долетал в войну. Трижды был сбит, выходил на территорию, с фашистской, с оккупированной территории на нашу территорию. Его считали даже убитым. В общем, у него очень богатая биография. После войны он не ушел в отставку, не ушел в запас, не ушел на гражданку, а стал летчиком-испытателем, окончил академию, которая потом получила название Академии имени Гагарина, стал летчиком-испытателем Государственного научно-исследовательского института, испытательного института имени Чкалова. И в 64-м году было принято решение в отряд космонавтов попытаться набрать все-таки летчиков-испытателей, а не просто летчиков в конце 63-го. Отобрали пять летчиков-испытателей, из них по медицине прошел только один береговой. Несмотря на довольно уже солидный к тому времени возраст. Да, ему было тогда 44 года уже. Это вне всяких критериев, но выбора не было. Хотели, военно-воздушные силы хотели, чтобы в отряде космонавтов были не просто летчики, а еще летчики-испытатели. А он еще был героем Советского Союза, да еще и воевал под руководством Каманина, который в военно-воздушных силах отвечал за всю космическую военную программу. Ну и надо подчеркнуть, что Георгий Тимофеевич Береговой – это единственный космонавт, который пришел в отряд, уже будучи героем Советского Союза за участие в боях. Ну и не только. И он реально еще имел и пять орденов за боевые действия. То есть он реальный участник и прошел всю войну. И после того, как он в 64-м году приняли в отряд, он прошел несколько подготовок, совершил космический полет на Союзе-3, потом стал заместителем начальника Центра подготовки. В 72-м году его назначили начальником Центра подготовки космонавтов. Он 15 лет возглавлял этот центр. Это уникальный случай. До сих пор так долго никто не руководил. И, наверное, в этот период у нас самые сложные были полеты и самая, наверное, напряженная подготовка. Больше всего космонавтов готовилось. Так что его роль и в подготовке космонавтов очень велика. Какие еще имена сегодня нужно назвать? Космонавтов, которые были чуть помоложе, чем Георгий Тимофеевич Береговой, но, тем не менее, тоже, так сказать, приняли участие в войне. Ну, я бы тут прежде всего отметил Константина Петровича Феоктистова, который был проектантом первого корабля, гагаринского корабля, на котором полетел Гагарин. Он летал, работал у Королева в ОКБ-1. Вот. И когда из корабля «Восток» решили сделать трехместный корабль, то Королев настоял, чтобы именно Феоктистов полетел на этом корабле. Феоктистову было 15 лет, когда война, фронт подошел к Воронежу, где он жил. Вот. Его тогда отец ушел на фронт, мать была в эвакуации, он остался в Воронеже, потому что половину Воронежа захватили немцы, а половина – наши. Посредине река Воронеж. И вот он помогал нашим войскам, пацан ведь, переплывал ночью через реку, гулял там, ну как мальчишка, по территории, занятой фашистами, выведывал там, вынюхивал, высматривал позиции, расположение частей вооружения, потом переплывал обратно, рассказывал нашим. То есть такие разведывательные акции у него были. И вот во время последней пятой акции он, его арестовали там, его поймали, причем совершенно случайно, что он шел по улице, и с двух сторон этой улицы были патрули. Ему некуда было ни убежать, ни прятаться, ничего. Если бы он там полез через забор, его просто застрелили. Вот. Его арестовали, и здесь, как ни странно, безо всякого суда, без следствия, как он сам рассказывал, кстати, его завели во двор одной из изб, там была большая воронка. Его поставили на край, и с 10 метров фашист ему выстрелил прямо в голову. Ну, то ли рука другом, то ли чего. Попал ему в челюсть, чиркнула, пошла кровь, он упал на дно этой воронки и притворился мертвым. Немцы посмотрели, что он вроде не шевелится, и ушли. Он долежал это до темноты, потом переплыл к себе на нашу территорию через реку, попал в госпиталь, и дальше его в эвакуацию отправили и так далее. Вот все его, в общем-то, участие в военных действиях на этом закончились. Кроме того, я бы вспомнил Георгия Тимофеевича Добровольского, тоже Георгия Тимофеевича. Вот. Ему, когда началась война, было 13 лет, встретил у него в Одессе. Тут, к сожалению, я не был с ним знаком, он погиб в 1971 году, но по разным данным, он, будучи мальчисткой, сотрудничал с Одесским подпольем. А вы знаете, что подполье тогда было сильно развито. По другим данным, он не мог мириться с тем, что действия оккупационных войск, и поэтому пытался сколотить небольшую группу из таких же мальчишек, чтобы как-то противодействовать немцам. Они стали собирать оружие, автоматы прятали или передавали подпольщикам по разным данным. Ну, а пистолет, естественно, себе захватили. И во время очередной облавы его задержали патрули румынские, румыны тогда были. Устроили дома обыск, нашли у него пистолет, не у него за пазухой, а дома даже обыск нашли. Пистолет и полевой суд Румынии приговорил его к 25 годам каторги, каторжных работ. И посадили в одесскую тюрьму. Были допросы, он никого из своих пацанов не выдал, или подпольщиков, тут трудно сказать. Но примерно через месяц его подкупили, дежурного тюрьмы, подкупили и его оттуда вытащили. То ли опять подпольщики, то ли друзья пацаны. Вот тут по-разному. Может быть, это, кстати, совмещенное понятие. Но после этого, значит, он по подложным документам, он продолжил, дождался освобождения Одессы. После этого авиационная школа и так далее. Дальше он пошел по стезе, так сказать, авиационной, потом космической. Ну и последнего, которого я бы, наверное, отнес к участникам боевых действий, может быть, даже не Великой Отечественной войны. Второй мировой в целом, наверное. Да, это Павел Иванович Беляев. Когда война началась, ему было 16 лет, и он жил в Волгоградской области, в деревнях. То есть у него там не было фронта, там не было таких наборов. Но в армию его не взяли, потому что ему не было 18 лет. И он работал токарем на заводе. Но как только ему стукнуло 18 лет, а это было в 43-м году, он пошел в школу летчиков. И получил, так сказать, крылья, как говорят американцы. То есть стал летать. Но авиационную школу закончил в 45-м, когда уже война кончилась. И его направили на службу в морской авиации на Дальний Восток. И как раз тогда шла война у нас с Японией. Мы после разгрома немцев объявили войну Японии. И там шли боевые действия. И вот он в этих боевых участиях с начала августа по 3 сентября, когда японцы подписали капитуляцию, значит, он был участником боевых действий. Что он там, сколько он боевых вылетов, к сожалению, в документах нам найти не удалось. Но он участник именно этих боевых действий, имеет за это медаль. А кроме того, мы, когда его биографию очень подробно изучали, готовили издание несколько лет назад, то выяснили, что в 53-м году у него медаль за отвагу. Какой в 53-м году отвага? Оказывается, служа на Дальнем Востоке, он участвовал в необъявленной Корейской войне. Об этом практически в советское время никогда не говорили, потому что никто не говорил о том, что наши войска участвовали. Но вот он в виде добровольцев или советников участвовал, и за боевые заслуги имеет, значит, медаль за Корейскую войну, полученную в 53-м году. Вот эти четыре человека потом стали героями Советского Союза, летчиками-космонавтами и участниками Второй мировой войны. Игорь, спасибо. Это был интереснейший рассказ. Помним, гордимся нашими космонавтами, покорителями и звездных орбит, и героями Великой Отечественной войны. Вы смотрели Роскосмос ТВ. Спасибо за внимание. Роскосмос ТВ